Всем привет! Сделала коротенький шортик. Коротенький шортик показал, что негатива на вас нет, но я всё-таки решила сделать ещё отдельное видео, тоже с рунами. И мы сейчас посмотрим, есть ли на вас негатив, но посмотрим более детально. Не коротко, как я в шортике одну руну достала, а давайте достанем сейчас на все сферы жизни. Напоминаем, что сейчас будет общая диагностика за свои личные, обращайтесь ко мне лично, номер телефона указан в описании. То есть вы можете сказать точно такую же диагностику, только лично для себя. А сейчас общая диагностика. Давайте посмотрим, есть ли негатив на вашем здоровье, на сфере вашего здоровья. Есть ли негатив в социальной сфере, в социальной сфере, в сфере финансы. Есть ли негатив на любовную сферу. И есть ли другое влияние на не тонкого, а толстого, так сказать, уровня. То есть есть ли на вас какие-то якоря, НЛПшные. Есть ли в вашем пространстве какой-то манипулятор, который вами манипулирует жёстко. Давайте посмотрим. Так. Ну что же, я уже вижу все руны. Самые проблемные вышли две первые сферы. На две первые сферы вообще вышли маркеры магии. Именно магии. Поэтому сейчас будем обо всём по порядку обсудим. Ещё раз напоминаю, что это общая диагностика. Пожалуйста, пожалуйста, не забывайте об этом. Не для всех будет актуально. Но по общей диагностике на здоровье вышла руна, которая говорит, что есть на вас негатив, порча. Порча могла быть сделана прям ритуально. То есть специально была сделанная порча. Это может быть, напоминаю, расклад. Это общая диагностика, это общая. И дальше, видите, социальная сфера. Тоже идёт порча. Причём, что это порча с подселением даже может быть сущности. Это также руна говорит о мужском воздействии. То есть порчу мог сделать мужчина. Мужчина мог сделать вам порчу из мести. Об этом говорят две первые руны. Это руны магии, они показывают негатив. Далее руны все идут позитивные. На финансовую сферу вышел у вас воин вуньё, радость, праздник. То есть будете праздновать свои финансы. Значит, финансы будут, вы будете рады им. На любовную сферу вышла руна ангела, руна защиты. Защищает вас высшие силы. То есть любовная сфера ваша защищена. На различного рода психологические воздействия тоже вышла руна, которая показывает магию. К сожалению, да. То есть смотрите, на вот это, помните, было у нас немагическое воздействие. Но вышла руна магии. То есть возможно есть какое-то на вас NLP влияние, которое действует как магия. Потому что это руна показывает любовный приворот. То есть получается, что есть на вас какой-то приворот любовный, любовный, но он не магический, а NLP-шный. То есть возможно, вы попались на кого-то пикапера. Это может быть. То есть получается порча, любовный приворот и мужчина. Скорее всего, я смотрю, девушка, которая попалась на пикапера. Либо на другого темного, любого манипулятора, любого макивиалиста, на нарцисса. Очень может быть. К сожалению, да, мы увидели, что здесь есть испорченность. То есть вас испортил какой-то мужчина через любовное воздействие на вас. Здесь негатив любовный есть. То есть если вы смотрите, еще страдаете от любовных отношений с каким-то мужчиной, то здесь оно прослеживается. Если же вы мужчина, то на вас мог сделать тоже какую-то порчу какой-то другой мужчина. Здесь тогда без привязки к любви. Хотя, если вы, например, разговаривали с каким-то мужчиной негативным, который вам говорил, что любовь – это зло, что любовь – это болезнь, то да, любовная магия негативная от мужчины может быть и на мужчину сделана. То есть смотрите, вред шел от мужчины. Если вы мужчина, то тоже. Да, какой-то другой мужчина мог, например, отговорить вас от вашей девушки. И вы теперь страдаете. И понимаете, что вы были страшно глупы, послушав какого-то непонятного мужика. Ну, а девочки, да, здесь негатив в плане любовным. Поэтому, видите, к сожалению, негатив пошел на здоровье, на социальную сферу. То есть, скорее всего, вы заболели после этих отношений. И почему негатив на социальную сферу? Например, сейчас боитесь всех мужчин. То есть после этих отношений ни с кем не знакомитесь. Вот почему негатив на социальную сферу. Либо не хотите, да, знакомиться. Либо там каким-то другим образом ограждаетесь. То есть в социальной сфере вы стоите, ну, вот как с топором. Да? Вот так вот. Это негатив. От него нужно, конечно же, избавляться. Напоминаю, что это общая диагностика. Для своей личной обращайтесь лично. Но если вы сейчас почувствуете, что с вами срезонировало, то нужно, конечно, от этого негатива почиститься. Чиститься можно очень разными, разными, разными способами. Какие вам удобны, какие вам приемлемы. Можно чиститься солью, можно чиститься камнями, можно чиститься воском и так далее, и так далее. Используйте любые методы и пусть все во благо. Будьте здоровы и будьте счастливы. Будьте здоровы и будьте здоровы.